Система паутина от ГИБДД охватит все регионы России до конца 2021 года. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это канал Автосправочное. Ранее в предыдущем видео я уже рассказывал о том, что на территории России стартовал эксперимент под названием паутина. Паутина это специальная информационная система, которая объединяет в себе различные системы фото- и видеофиксации, применяемые в разных регионах России. Речь идет об объединении как самих камер, так и их программного обеспечения. Изначально сообщалось, что система паутина позволит отслеживать автомобили, которые числятся в угоне, а также водители, которые покинули место ДТП. Проблема в том, что на сегодняшний день даже в соседних регионах могут применяться разные комплексы фото- и видеофиксации и, соответственно, разные программные обеспечения. То есть никакой особой унификации нет. Каждый регион делает все это на свой вкус и цвет, как говорится. И, соответственно, если, к примеру, у нас с Атарстанем угнали машину, либо человек скрылся с места ДТП и решил покинуть регион, поехал, к примеру, в соседнюю Удмуртию, либо Башкирию, то, соответственно, синхронизировать информацию между ГИБДД и соседних регионов практически невозможно. Даже если это возможно, придется писать какие-то официальные запросы, обращаться в соседние ведомства. Соответственно, пока все это будет делаться, водитель, естественно, успешно проедет этот регион и скроется дальше. Именно для этого и была запущена эта система паутина. На сегодняшний день она уже функционирует в Центральном федеральном округе и объединяет несколько регионов. Теперь уже, если такой нарушитель, покинувший место ДТП или угнавший машину, успеет уехать в соседний регион, информация со всех камер фото и видеофиксации в любом случае будет автоматически собираться вот этой единой системой паутина. Соответственно, ГИБДД соседних регионов смогут на одинаковых правах получить доступ к этой информации. В вашем направлении движется Пежо Красное, номер 266. Дорожные камеры теперь фиксируют не только несоблюдение рядности или превышение скорости. В Рязанской области заработала система паутина. Это программа, объединяющая в себе данные со всех комплексов автоматизированной фиксации нарушений, которые расположены в области. За считанные секунды сканируются госномера всех проезжающих машин. Подозрительные выделяются с потока. Затем оператор системы передает данные экипажам ДПС, работающим по всей области. Накануне всего за пару часов в регионе было зафиксировано более 30 нарушений. Большая их часть в Рязани. Сегодня за 2,5 часа работы было выявлено 6 автомобилей с прекращенной регистрацией. Представляем протокол изъятия и взимаем госрекзнаки и свидетельство о регистрации. Основная часть нарушений это случаи, когда по тем или иным причинам регистрация транспортного средства была прекращена. Например, собственник автомобиля умер, но его родственники или знакомые продолжают машину управлять. Вчера в рамках интервью к каналу «Россия-1» глава ГИБДД Михаил Черников подтвердил информацию о том, что до декабря 2021 года эта система паутина выйдет на федеральный уровень, то есть она охватит всю территорию России. Помимо выявления автомобилей в угоне и покинувших место ДТП водителей, по словам Черникова, данная система будет расширять свой функционал. То есть она будет позволять, к примеру, отслеживать водителей, которые передвигаются после лишения водительских прав, водителей на автомобилях с иностранными номерами, с подложными номерами и так далее. То есть функционал этой системы, судя по всему, будет безостановочно улучшаться и все больше и больше количества нарушений будут мониториться одновременно по всей территории России. Когда, кстати, будет система паутина по всей стране работать? У нас есть хитрецы, которые берут и дублирующие номера ставят в другом регионе на транспортное средство, образно говоря, двигаясь в Москве, он ее ставит там в Иркутской области. Сегодня эта система позволяет моментально выявить и там лишение прав управления. Мы можем видеть по всей стране трафик, угоны транспортных средств, передвижение автомобилей с иностранными номерами. До конца года она у нас будет поднята на федеральный уровень. Еще одной фишкой этой системы является то, что она позволяет получить доступ в режиме онлайн ко всем камерам фото-видео фиксации. То есть если сейчас, к примеру, камера стоит на превышении скорости, она фиксирует только автомобиль в момент превышения скорости. То есть она делает одну или две фотографии, которые и загружаются в базу данных ГИБДД, на основании которых оформляется штраф, соответственно. Новая же система позволит получить доступ к этим камерам в постоянном режиме. То есть можно будет на экран вовести картинку и прямо просматривать, какие машины в текущий момент проезжают под этой камерой, какие там проезжали, грубо говоря, час назад, два часа назад. То есть вся эта информация будет аккумулироваться. Кроме того, в этой же системе будут загружаться фотографии, которые по каким-то причинам были отбракованы. То есть если проехал нарушитель, к примеру, там какая-то из цифр или из букв госномера не распозналась, там грязный номер нечитаемый, либо фотография размазанная получилась, раньше все это отбраковывалось, теперь все это в любом случае будет подгружаться в систему. И, соответственно, автоинспектор при необходимости в ручном режиме сможет все эти фотографии поднять и поискать нужную ему машину, к примеру, которую там где-то угнали или еще какое-то нарушение за ней числится. То есть функционал будет существенно расширен. Кроме того, в дальнейшем предполагается, что система паутинной будет также использоваться и для электронного обжалования штрафов ГИБДД. Я напомню, это электронное обжалование через портал госуслуг должно быть запущено с 1 сентября 2021 года. Соответствующие поправки уже внесены в Коап.РФ. При запуске этой системы, если вам пришел штраф, который вы считаете незаконным, вы сможете отправить соответствующую жалобу через портал госуслуг. Эта жалоба, получается, поступит автоматом в эту систему паутина, а уже эта система паутина будет распределять эти жалобы, соответственно, в региональные центры автоматической фиксации административных правонарушений. То есть ожидается, что это должно быть довольно-таки все быстро. Вот такая вот информация. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Все, всем удачи на дорогах и всем пока!